О самых заметных событиях в стране и в мире расскажу в ближайшие несколько минут. В студии работает Вера Захарчук. Добрый вечер. Нурсултан Азарбаев посетил Самарканд, где провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мерзиёевым. Об этом сообщает пресс-служба АКОРДЫ. В ходе встречи стороны дали высокую оценку состояния отношений между странами и наметили перспективы дальнейшего развития. Глава государства подчеркнул позитивную динамику двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. В частности, были отмечены увеличение взаимного товарооборота, продвижение продуктивных контактов и связей между представителями бизнес-сообществ двух стран. Кроме того, в Самарканде президенты посетили мемориальный комплекс «Хазрет Хизр» и отдали дань уважения памяти первому президенту Узбекистана Исламу Каримову. Также в канун общего для народов двух стран праздника Наурыс глава государства в сопровождении президента Узбекистана осмотрела ряд культурно-исторических достопримечательностей города. Я хочу от всего сердца поздравить народ Узбекистана с сегодняшним великим нашим общим праздником Наурыс-Мейрам. Наурыс-Мейрам из глубины веков пришло к нам вместе с нашей независимостью. Наши народы 30 лет уже отмечают его. Самый светлый, самый приятный. День равновесия, дня и ночи, радости, праздник тепла и любви. И недавняя встреча в Астане. Все руководители нашего центра-азиатского региона говорят о том, что мы хотим быть вместе. Мы хотим укреплять дружбу, мы хотим укреплять из-за новинка, помогать друг другу во всех отношениях. И поэтому эту днюю мы будем продолжать. Поздравляю от души еще раз. Желаю здоровья крепкого, успеха и счастья. Наурыс отметили и в Пекине. Под эгидой Шанхайской организации сотрудничества впервые в праздновании участвовали представители Пакистана и Индии. Среди гостей послы и представители аккредитованных в КНР дипломатических миссий, известные общественные деятели и ученые, журналисты, представители деловых кругов. С поздравительной речью выступил генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов. Он отметил, что на протяжении трех тысячелетий праздник объединяет миллионы людей на планете. Инсек также подчеркнул, что Наурыс – праздник дружбы и гармонии. А значит, он полностью отвечает принципам шанхайского духа. Сегодня секретарь ШОС провел отличное мероприятие. В этом году мы с большим размахом отметили Наурыс. Знаменательно еще и то, что в празднике сегодня участвовали представители Пакистана и Индии, вошедших в состав организации на прошлогоднем саммите в Астане. Пусть сотрудничество наше крепнет. Поздравляю своих друзей-казахстанцев с этим прекрасным праздником. В этом году в Алматы, кроме площади Астана, центром притяжения горожан также стали Атлетическая деревня и пешеходный бульвар Панфилова. Вся остальная часть города сегодня будто опустела. Ну а на главных площадках праздничные мероприятия не утихали до самого вечера. С каждым годом праздник Наурыс становится все помпезнее, отмечают горожане. Концертных программ, развлекательных и спортивных мероприятий столько, что и целого дня мало, чтобы все их посетить. Очень интересно. Мы даже сегодня не знаем, закончим это, не закончим это представление. До вечера будем гулять. В атлетической деревне гостей развлекали сказочные персонажи, народных эпосов и циркачи на ходулях. Настроение добавили и тонны бесплатных угощений. Народные мастера делились секретами изготовления гончарных изделий. Здесь же развернулись самые захватывающие спортивные поединки. После универсиады 2017 сотни алматинских семей справили новоселье в атлетической деревне. Уютные квартиры, где в дни проведения всемирных игр размещались спортсмены, раздали очередникам. И тут же у городских властей родилась идея устроить здесь грандиозный праздник. Ведь жилой квартал с огромной площадью и современной инфраструктурой идеально подходил для проведения наурыза. На площади Астана и пешеходных бульварах также многолюдно. Главная концертная площадка собрала больше 500 артистов из 12 стран мира. Сегодня Алматы, весь в себя движение, вся эмоция. Хочу быть в этом движении, на этой волне. Аким Алматы сегодня практически весь день провел вместе с горожанами. Он объездил все праздничные площадки и поздравил казахстанцев с этим замечательным весенним праздником. Прошло ровно 30 лет с тех пор, как мы снова стали отмечать праздник наурыз. В советскую эпоху он был под запретом и вернулся к нам благодаря инициативе представителей нашей интеллигенции, которых в 1988 году поддержал тогда еще председатель Совета Министров Казахской ССР Нурсултан Назарбаев. Тогда он сказал, что наурыз – это праздник, который берет свое начало из глубины веков. Это начало новой жизни и предвестник всего самого доброго и хорошего. Всего в городе организовано больше 150 различных мероприятий. Некоторые из них тянут на рекорд Гиннеса. На Алматинском Арбате больше 200 мастерист сшивают тысячи разноцветных лоскутов, символизирующих пробуждение природы. Общая площадь покрывала составит 25 тысяч квадратных метров. Пусть в каждой семье наурыз укрепит узы дружбы, взаимопонимания, уважения. Пусть вместе с лучами весеннего солнца в ваши дома придут счастье, процветание и благополучие. Массовые гуляния завершатся праздничным салютом, который прогремит в 10 часов вечера. Оскар Сергалиев, Ерлан Абжанов и Кенжи Амраев, Хабар-24, Алмата. Жители поселка Нурлыкош в Акмолинской области встречают наурыз как единая семья. Здесь проживают 1400 репатриантов. Они переселились на свою историческую родину из семи государств. И каждый связывает свои надежды с праздником. В доме Сидкали Кушербаева, переехавшего в Нурлыкош из Китая, сегодня гости. Он говорит, что в этой праздничной суете и в каждом поздравлении чувствуется обычная радость. Закончилась затяжная зима, впереди только теплые дни. Сельчане здесь дружны и живут как одна семья. Давно стало традицией в наурыз заглянуть на коже, как минимум к семерым соседям. Это наш древний праздник, наша традиция. К наурызу мы готовимся с начала марта. Наурыз коже подают в каждом доме. Настолько щедр наш народ, что готов собрать всех друзей, близких и соседей. И даже устроить наурустой. Сельчане говорят, что именно наурыз сближает тех, кто в ссоре, дарит встречи, объятия и улыбки. Хорошо, когда есть аксакалы. Старшее поколение. Они дают своего бота. И совет для молодежи всегда найдется. Мы все как одно целое. Живем здесь почти 10 лет. Всегда поддерживаем друг друга. Даже если кто-то болен, никто не забудет проведать и обязательно поможет. Чем может. Кто пять тенге, кто тысячу. Настроение у нас отличное. Мы переходим в Новый год. У нас новые мечты, надежды. Главное – единство. И пусть всегда будет щедрым наш Дастархан. Несмотря на капризы погоды, наурыз сельчане празднуют с большим размахом. Дети играют в осыке. Местные силачи мерятся силами в Кушкар-Кутиру. Тут же молодежь соревнуется в перетягивании каната. Мадина Смогулова, Анатолий Поляна, Евгений Шинкаренко, Акмолинская область, Хабар-24. Мангосталовская область посетил первый заместитель председателя партии Нур-Отан. Маулина Шимбаев принял участие в торжествах по случаю праздника. А также встретился с активом области, где детально рассказал собравшимся о задачах по модернизации партии и необходимости реализации пяти социальных инициатив главы государства. Жители Каспийского побережья с размахом отмечают на Урыс. Уже неделю в Мангосталовской области проходят массовые гуляния. 14 марта на горе Отпан встретили Амал. Сегодня праздник весны встречают со всем миром. Посмотрите вокруг. Все такие нарядные, красивые, веселые. Везде музыка играет, все танцуют, все поют. Я так счастлива. Я желаю людям, как сегодня день, с улыбкой, в дружбе, в объятиях. Даже с поцелуями проведут так, чтобы до конца года, до следующего на Урза, эти объятия и от такой внимания ощущалось во всем. Я проживаю почти с пяти лет. Для меня этот праздник как родной. Я хочу пожелать всем казахстанцам благополучия, любви, удачи. И, естественно, поздравить нашего президента, Нурстана Мишевича Назарбаева. Масштабность и красочность юрточного городка – вот что первое видят гости мероприятия. Театрализованное представление, в котором приняли участие более 250 человек, стало гвоздем творческой программы. Старец Кадырата вышел на площадь, чтобы пожелать собравшимся мира и любви в новом году. О значении Мангастау в истории Казахстана и его современной роли в развитии страны во время своего поздравления отметил Маулин Ашимбаев. Мангастауская область является носителем во многом национальных ценностей нашей страны, носителем национального кода. Поэтому я думаю, что очень закономерно, что я отмечаю этот праздник вместе с вами, специально приехал. Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, процветания вашим семьям. Пусть процветает и дальше Мангастауская область. Пусть процветает наша общая родина – Республика Казахстан. Наурус Коттооз. Маулин Ашимбаев вместе с главой региона Яралы Тукжановым приняли участие в фестивале баурсаков, посмотрели на национальные виды спорта, а также прошлись по юрточному городку. Жилища кочевников растянулись по набережной на три километра. Празднование Наурыза в Мангастауской области совместили с началом реализации пяти социальных инициатив главы государства. В первый день марта в области также стартовала благотворительная акция «Асар Жомар-Джурек», в рамках которой 3,5 тысячи семей получили помощь на 25 миллионов тенге. Первый заместитель председателя партии Нур-Отан вместе с Акимом области поздравили с Наурызом и многодетную семью Жолмаганбетовых, которые получили квартиру от государства. В завершении рабочей поездки в регион Маулен Ашимбаев встретился с областным партийным активом. В числе первоочередных задач – реализация поручений Елбасы по общественному контролю за новыми социальными инициативами, а также активное участие в масштабном проекте по модернизации партии. Тамара Степанова, Саламат Бекбаев, Актау, Хабар-24. 40 миллионов тенге потратили в Каргандинской области на благотворительность. Материальную помощь к празднику получили малообеспеченные семьи. Для детей с особыми потребностями были подготовлены подарки. Для пенсионеров и ветеранов организованы праздничные обеды. Марина Золотарева расскажет подробности. Главные народные гуляния развернулись в Центральном парке Карганды. Он был поделен на семь тематических зон – историческая, кулинарная, дизайнерская. Каждый мог выбрать развлечение на свой вкус. В этом году праздновали по-особому. В юртах проходили мини-представления о жизни и быти казахского народа. В течение дня зрителям продемонстрировали 50 древних обрядов. У нас считается этноюрта и также у нас есть этнографический зал. Предметы быта 19-18 веков, также национальная одежда, невеста в национальном костюме. Хотели показать историю казахского народа. Дети фотографировались с беркутами и казахскими борзыми. Взрослые мерили силами в национальных состязаниях. Тут же проходили мастер-классы по приготовлению коронных наурызовских блюд. Звучали песни и поздравления. Этот наурыз уже ознаменовался большим событием. Я говорю о пяти социальных инициативах главы нашего государства. Абсолютно реальные прорывные социальные проекты. Наконец исполнится долгожданная мечта карагандинцев. Будет построить газопровод. Он изменит к лучшему жизнь всего населения нашей области. Я желаю, чтобы от наурыза до наурыза мы жили в мире и благополучии. И все начатые проекты нашли достойную реализацию. В парке было разбито 40 благотворительных палаток, где угощали праздничным обедом пенсионеров, ветеранов, ребят из малообеспеченных семей. Социальную поддержку в честь праздника получили 35 тысяч жителей области. Марина Золотарева, Василий Савкин, Асета Саинов, Караганда, Хабар, 24. В Таразе науры спразднуют 9 дней подряд. Причем каждый имеет свое название. К примеру, сегодня Великий день, а вчера был День равноденствия. Основные действия развернулись на Центральной площади. Более тысячи студентов и артистов областного театра представили яркую постановку, которую посвятили дружбе и пробуждению природы. Сегодня любители спорта смогли проявить себя в национальной борьбе Хазах-Шахуреса. Самые маленькие гости прокатиться на аттракционах. На выставке прикладного искусства свои лучшие работы представили местные мастерицы. А на ли от Шабар раскинулся юрточный городок. Всех желающих угощали бурсаками, которых, к слову, приготовили более тонны. Отведать можно было и главное национальное блюдо. Но распозже его сварили на 10 тысяч человек. Сегодня такой сочный, тёплый день. Пусть этот день давит нам радость. Мы все казахстанцы радуемся любым успехам нашей страны, как в стране, так и за рубежом. Пусть они приумножаются. И эти весенние дни в дальнейшем способствуют поднятию духа, настроения наших граждан. Всех вас в праздниках. Праздничные мероприятия проходят сразу на нескольких площадях Иватырао. Здесь выступают творческие танцевальные коллективы. Проводятся конкурсы на самую красивую юрту. Их по городу установлено больше 60. И на самое вкусное национальное блюдо – наурасхожье. А ещё целые коллективы соревнуются на самое увлекательное театрализованное представление. Результаты оценивает специальное жюри. После того, как жюри оценят увиденные, завтра будут объявлены результаты конкурсов. Победители получат по 300 тысяч тенге. Занявшие второе место – 200 тысяч. И третье – 100 тысяч тенге. С приятных сюрпризов начался праздник в Казаларде. В национальных нарядах и в сопровождении артистов городской филармонии в рейс вышли водители и кондукторы общественного транспорта. На протяжении всего маршрута для пассажиров звучали весенние мелодии. Чарующие звуки дамбры прозвучали сегодня и в центре города. Популярные кюи и произведения известных казахских композиторов исполнили 30 юных участников акции «Дамбра-думан». Поддержали их и зрители, желающие продемонстрировать свои музыкальные способности. Петропавловский науры с Миромы отмечают второй день. Те, кто любит танцевать, пускаются в плясы. Даже массово исполняют зажигательные каражурха. А самые смелые пробуют силы в национальных играх. Отмечу с прошлого года. Жители северного региона встречают науры с Миромы и во дворах. А в этом году столы накрыли жителей больше 300 многоэтажек. Наша сегодняшняя гостеприимная юрта встретила огромное количество гостей. И нам очень приятно то, что всем интересен наш казахский обряд. Мы показываем укладывание в колыбели ребенка, показывали обряд перерезания пуд. И каждый задает вопрос, интересуется, фотографируется. Считается науры с начала года. Хочу, чтобы год был у нас плодотворным, хорошим, богатым. Народные обряды, такие как Курсу или Батаберу, можно было увидеть в Уральске. В юрточном городке жители и гости областного центра угощали всевозможными явствами, в том числе и традиционным науры с Хужием. В различную программу также вошли спортивные соревнования, ярмарка, выставка, ремесленников и концерт. Счастья, здоровья, улыбок, тепла, всего самого-самого светлого, чтобы наши дети вот так всегда были рядом. И надеюсь, наши дети продолжат то, что делаем мы. Помним обычаи и традиции нашего Казахстана. Науры с одинаково дорог абсолютно всем, кто проживает в Казахстане. Это можно понять по количеству людей, которые сегодня пришли отметить этот праздник. Поэтому желаю всем жителям нашего города счастья, здоровья, благополучия, чтобы столы ломились от угощения и всегда было в доме тепло и уютно. На родине Абая в селе Караулу в Восточном Казахстане в эти праздничные дни было приготовлено почти тысяча литров науры с Хужием. Лечено было даже провести конкурс среди сельчан, кто больше выпьет этого праздничного напитка. Отважились испытать себя несколько молодых людей. В итоге победил Алмаз Дюсинбаев. Он выпил три литра науры с Хужием. Прошли соревнования по койку Тиро. Их выиграл Куанды Кусаинов, который присел с живым бараном на плечах больше ста раз. В целом праздничная программа была очень насыщенная. Организаторы подготовили театрализованное представление и всевозможные молодежные конкурсы. Этот год для региона особенный. Абайский район готовится отметить 90-летие с момента создания. Теперь к другим темам. В Петропавловске пожарные спасли из горящего общежития пятерых человек. В том числе одного ребенка. Еще 150 человек эвакуированы. Жертв и пострадавших нет. Возгорание произошло на пятом этаже здания. В одной из комнат сейчас устанавливается, что стало причиной пожара и каков нанесенный ущерб. Была угроза взрыва газового баллона. Сразу же его вынесли на безопасное расстояние и приступили к тушению пожара незамедлительно. Площадь пожара у нас составила 17 квадратных метров. Прихожане столичных мечетей активно откликнулись на призыв помочь пострадавшим от паводков в Айгозе. За несколько дней удалось собрать более 16 тонн гуманитарной помощи. Это продукты питания, одежда, обувь, предметы первой необходимости. Фура с грузом уже выехала на восток страны. Товарооборот между Казахстаном и Молдовой вырос на треть. Связано это с тем, что между странами действуют соглашения о беспошлиной торговле. Свободная экономическая зона в ЕАЭС обеспечивает казахстанским товарам коридор в Европу. Для увеличения эффекта от созданных льгот в этом году стороны планируют провести бизнес-форум. О перспективах двусторонних отношений Казахстана и Молдовы Аида Кадырбай. Багдад Кайдарович Цирдя, депутат в парламенте Молдовы по национальности казах. Он, как никто другой, заинтересован в ускорении развития двухсторонних отношений Казахстана и Молдовы, делая ставку на увеличение импорта и экспорта. Депутат отмечает два ключевых момента. У Молдовы есть внушительные перспективы на евразийском рынке, а Казахстан привлекает в первую очередь стабильным ростом экономики. Я думаю, что у Молдовы есть огромные проекты и огромные перспективы именно на евразийском рынке. Я подчеркну особо тот факт, что в этом году мы добились подписания меморандума с Евразийской экономической комиссией. И мы получаем статус наблюдателя пока что. И мы рассчитываем на то, что мы сможем, в том числе с Казахстаном, увеличить экспорт. Депутат Молдовского парламента подчеркивает, что иностранных бизнесменов в Казахстане привлекает инвестиционный климат. По его словам, стабильный регион открывает большие возможности в транзитной сфере и ряда промышленных проектов. Непоследнюю роль играет дружеское отношение Казахстана с соседними странами. Действительно, Казахстан на сегодняшний день является чуть ли не единственной страной в СНГ, которая имеет и промышленный рост, и демографический рост, имеет и рост ВВП, и рост социальных затрат, и сохранила свои территории, сохранила дружественные отношения со всеми соседями фактически. Я считаю, что у нас очень много могут быть проектов и в промышленной сфере, и в нефтепереработке, и в транзите определенных грузов и так далее. То есть Казахстан – это огромнейший рынок. В 2017 году товарооборот между Казахстаном и Молдовой составил 44 миллионов долларов, что больше на 30%, чем в 2016 году. Для развития отношений и привлечения бизнес-кругов в Молдове инициируется международный форум, цель которого – создать площадку для встречи предпринимателей. Запланировали в 2018 году провести широкий бизнес-форум между Республикой Казахстан и Республикой Молдовы с привлечением европейских стран, также наших соседних – это Румыния, Болгария, Венгрия, также будут гости с Украины. Надеемся, что этот бизнес-форум не проводился больше 20 лет на территории Республики Молдова, что он даст новую динамику, новый толчок. Республика Казахстан увидит, какие есть хорошие преимущества в финансово-экономической, в сельхознаправлениях. Эксперты считают, что для укрепления партнерства между двумя странами есть все предпосылки Казахстан и Молдова, готовые обсудить новые возможности для развития отношений и на организованной бизнес-площадке зафиксировать стремление молдавских инвесторов развиваться в комфортном для бизнеса регионе. Аида Кадырба и Михаил Мищенко, Хабар-24, из Молдовы. Мировые рекорды и победы на турнирах посвящают казахстанцы празднованию Наурыза и юбилею столицы. Увлекательные поединки прошли сегодня на площади у монумента «Казак Еле» в Астане. Второй день здесь продолжаются народные гуляния, концерты, игры и спортивные состязания. Какие рекорды установили на празднике, расскажет Гульнара Хасан. К этому событию Тимур Спатаев готовился два года. Учился отжиматься на гвоздях, поддерживать баланс между собственным весом и гвоздями длиной 30 сантиметров. В итоге спортсмен установил рекорд – 11 отжиманий на гвоздях. Его результат вошел в казахстанскую книгу рекордов «Кинез». Мой личный рекорд – 20 отжиманий. Я хотел посвятить его 20-летию Астаны, но признаюсь, нелегко отжиматься, когда на тебя смотрят 3000 человек. В будущем я намерен добиться результатов 20 отжиманий. Еще один подарок – юбилей в столице победа казахстанского клуба «Темер Тумен» на международном турнире по историческому средневековому бою. Соперниками казахстанцев были спортсмены из России, Украины, Узбекистана и Кыргызстана. Турнир, который проходит в Астане уже четвертый раз, недавно вошел в мировую бугуртную лигу. А значит, все бои турнира считаются рейтинговыми. И казахстанская сборная имеет шансы попасть на мировой чемпионат – битву наций. Мы попали в сетку турниров мировой. Там не такое большое количество турниров, потому что нужно пройти определенную аккредитацию по сертифицированным судям, по правилам, по организации. Соответственно, мы вошли в это. Сейчас они приблизительно насчитывают порядка 30 турниров на этот сезон, то есть по всему миру. И мы вошли в это число. Тысячи зрителей собрали на площади у монуминента казах Еле поединки по казах Реса и концерт звезд эстрады. Такое внимание празднованию наурыза – это почитание древних традиций, считают иностранные гости. Сайтостург прилетел из Стамбула в Астану специально на праздник. Говорит, всегда интересовался культурой братского народа. И приятно удивлен, как дружно отмечают праздник все народы страны. Я вижу сходства и различия наших традиций. В Турции тоже празднуют наурыз. Разжигают костер и прыгают через него. А здесь чувствуется настоящее погружение в далекие времена. Можно зайти в юрту, увидеть древнее оружие, убранство, попробовать национальные блюда. Я поздравляю наши народы с праздником. Праздник весны, объединение страны, всех народов, всех жителей нашей, для вятой Родины. Всех с праздником! В Астану приехали из Шимкента проведать детей, встретить наурыз. Прекрасная погода, концерт замечательный. Всех с праздником, мира, добра и процветания. Новый год по восточному календарю вступил в свои права. В этом году в столице он прошел с особым размахом. Спортивные состязания, мировые первенства и рекорды. Столь насыщенная программа не случайна. В этом году празднуется юбилей Астаны. Праздник на этом не заканчивается. Гостей города ждет еще концерт. Но у всех казахстанцев выходные дни. Кульнара Хасан, Новый из базара, Хабар-24, Астана. На этом наш выпуск завершен. С праздником, всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!